Сегодня ровно 30 лет, как наш советский флаг. Наша общая родина, Союз Советских Социалистических Республик, был спущен в Кремле. Закончилась эра Советского Союза. Вот так вот предательство, трусость, нерешительность и амбиции положили конец такому государству и сделали, нанесли, конечно, огромный урон всей нашей нации, всему нашему народу, советскому народу. Но это совсем другая история. Сегодня у меня история о том, что ровно 30 лет назад мы в составе национальной команды Советского Союза принимали участие в чемпионате мира, который проходил на американском континенте, в Канаде, в городе Монреале. Но сама история, как мы попали на этот чемпионат, уже не было нашей общей родины. Мы все собрались на базе, это происходило в Новогорске, куда приехал главный тренер сборной СССР Василий Александрович Никишкин и гостренер наш Погодин Владимир Евгеньевич очень нами уважаемый. Мы понимали уже, что-то творится непонятное, потому что до этого нам сказали, что непонятно будут у нас финансы на поездку на чемпионат мира или нет. Было заметно уже к нам такое отношение, что приехали в Москву, мы не как всегда в столицу нашей родины, а азербайджанцы ребята приехали как-то так с опаской уже, ничего-то боясь, а понимая, что мы уже идем каждый своим путем. Поэтому приехал к нам Никишкин, еще раз повторюсь, Погодин Владимир Евгеньевич, мы сказали, что денег есть только на один билет, что больше финансов нет. И мы поступили таким образом, мы взяли 10 спичек, одну сломали и дали вытянуть всем, каждому, кто вытащит короткую спичку, тот поедет на чемпионат мира. И нам, из нас и всех повезло, Славе Элистратову, он вытянул короткую спичку, и у нас ни у кого не было ни зависти, ни какой-то злости. Мы все по-братски обняли его, пожелали ему успешного выступления, чтобы он боролся как раз за себя и за того парня, чтобы обязательно стал чемпионом мира. После этого ребята стали разъезжаться все, все по своим национальным квартирам уже. Мы с Эдиком Гранцем представляли Белорусскую Республику по СССР в то время, поехали на Белорусский вокзал, я поехал его провожать, сам я должен был еще остаться по делам в Москве, мы приехали на вокзал, и я решил позвонить нашему другу, нашему Бахе, Евлоеву, чемпиона Европы, мастер спорта международного класса, очень известному борцу, чемпиона Советского Союза неоднократно, очень известный человек в наших рядах был, который всегда помогал борцам, тем более нам, потому что мы были земляки, он также выступал за Белоруссию. Он сразу же поднял трубку и сказал, где вы, я сказал, что мы на Белорусском вокзале, объяснил ему ситуацию, он сказал, немедленно приезжайте ко мне, что мы сделали, приехали к нему домой, хорошо посидели, провели вечер, а то и до утра сидели, разговаривали, он сказал, никуда не уезжайте, на следующий день поедем в Госкомспорт, тогда был, сейчас на Олимпийский комитет России, на набережной, поедем туда и будем решать вопрос. Мы на следующий день приехали туда, с Эдиком Грамсом, представляете, приезжаем туда, идем туда, где находилась Федерация Самбо СССР, а там ребята наши кричат, ой, хорошо, что вы приехали, потому что к нам приехали и сказали, что еще 4 есть, 4 билета на поездку, и они точно так, никого не выключая, представляете, еще 4 спички сломали и вытащили за нас, сами вытащили, вот у нас остались короткие спички, они стали звонить в Белоруссию, не стали говорить, что вот теперь их нету, мы давайте кто-то поедем, а именно подбратски, подружески ждали нас, когда мы приедем на чемпионат, были уверены, что мы успеем. После этого ребята нам помогли еще, одного человека мы смогли протащить на Шереметьево уже, спасибо Вахе Соломбековичу, это его уже заслуга, поехали на чемпионат туда, и получилось так, что мы до конца не знали, кто будет в каком весе бороться. Также чемпионами у нас стали Сергей Головин, весовой категории 62 кг, это парень боролся, по-моему, по юношам, их привезли, самбо 70, нашли финансы, 62 кг в финале боролся с Иваном Нетовым. Вячеслав Елистратов 90 кг стал чемпионом мира, Игорь Кореной, Кореной наш такой знаменитый, после этого он уже выиграл еще раз чемпионат мира, и по сумо 82 кг стал чемпионом мира. Мы очень переживали, что страны нашей не существует, вот представляете, страны уже не было, а флаг наш поднимался выше всех, как всегда. Выше всех мы заняли первое командное место, и, конечно, с такой тоской, с такой болью в сердце мы расставались, приехали, прилетели в Шереметьево в канун Нового года, и я думаю, он был вообще 30-го числа, прилетел 30-го декабря. Вот представьте, как раз вот мы являемся последней командой Советского Союза, которая выступала под красным нашим родным флагом. В моей памяти навсегда останется наша команда. Это Джейхун Мамедов, Коля Цыпандинь, Жафаров Мушвик, Алексей Архибов, Леша Царства Небесного, его нет уже с нами, Саша Аксенов, Женя Посадсков, Гусейн Хайбулаев, Слава Элистратов, Эдди Грамс, Андрей Копылов, Владимир Шкалов, это, само собой, Александр Михайлович Пушница. Это только те, которые как раз в тот год мы должны были поехать. Александр Михайлович был уже тренером. Тренера у нас были тогда Василий Александрович Никишкин, гостренером был Владимир Евгеньевич Погодин, Царство Небесное, трагически погибший. Я их, конечно, всех помню и навсегда они останутся в моей памяти. Со многими людьми я уже не виделся, наверное, после этого, через 10 лет, через 15, а некоторыми 20-25. Сейчас мы всех встречаем, мы знаем, кто где находится, все живут в своих национальных республиках, но также мы все одна семья. В нашей команде еще в той был Емельянов Владимир, он был чемпионом Советского Союза, тоже не повезло, не поехал с нами, тоже принимал участие в нашем жребии. Субтитры создавал DimaTorzok